Неделя завершается для доллара с потерями. Трейдеры предпочитают продажи американской валюты, поскольку все свежие отчеты по американской статистике свидетельствуют исключительно о скором смягчении монетарного курса Центробанка США. Тем временем публикуются статистические отчеты, которые совсем не способствуют росту европейским валютам. Однако же инвесторы продолжают переводить свои средства из доллара в пользу именно евро и фунта, вопреки всему негативу в макроэкономике Старого Света. Ускорение темпов спада розничных продаж в Великобритании до 2,7% практически никак не сказалось на фунте. Хотя данные не просто слабые, так они еще и хуже прогнозов, так как ожидали ускорение темпов спада до 2,4%. Но такое чувство, что рынок этого в принципе не заметил, так как никакой реакции не последовало. Европейская же статистика изначально ни на что повлиять была не должна, так как публиковались итоговые данные по инфляции, а они должны были всего лишь подтвердить предварительную оценку. Факт замедления темпов роста потребительских цен до 2,9%. Данный же факт давно уже рынком учтен еще в момент публикации предварительной оценки. И новая информация никакого сюрприза не преподнесла. Судя по всему, до конца дня рынок так с места и не сдвинется. На графиках мы видим, как евро по отношению к доллару США движется на пике восходящего цикла, где в качестве сопротивления служит уровень 1,0900. И в данной ситуации у нас есть два ключевых значения. Первый находится как раз на уровне 1,0900, пробой которого приведет к продолжению восходящего цикла. И второе – это значение 1,0830, где случай удержания цены ниже него может привести к последующему построению коррекционного цикла вниз. Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится под давлением продавцов. Котировка уже сумела снизиться более чем на 100 пунктов от уровня сопротивления на 1,2500. В том случае, если нисходящий настрой сохранится среди участников рынка, котировка может снизиться как минимум до уровня 1,2350. Вблизи уровня поддержки возможно сокращение объема коротких позиций, что может привести к замедлению нисходящего цикла и, как результат, развороту цены. Однако же, в случае стабилизации цены ниже уровня 1,2350 в течение дня может возникнуть и продолжение нисходящего цикла, на основе которого возможно движение по направлению 1,2270. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. И с вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!